Итак, здравствуйте. Друзья, сегодня у нас Silver League, в которой играют ЕСКА и Old Friends. Ну, как всегда, мы напомним, Old Friends играют в голубой форме, в голубо-синей, а вот в красных манишках играет ЕСКА. Таких необычных ритм. Чтобы не бутаться, потому что у них синяя футболка. Как за форму. Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка Ну что ж, прозвучав стартовый свисток, розігруют Old Friends. Играет музыка Ввиду-то Виктор. Примосочки мяч. Продолжен зали, не? Точно. Значит, мяч залишается за ЕСКА. Ну, пока что только начало. Никут золко бы не поконтролировал мяч. Обе команды готовы играть, подготавливались к игре. Забрай. И первый острец. По-настоящему момент Алексей с нерабочей левой ноги. Ну как сказать, не рабочей, не основной, потому что правша. пробивал, ну, не скажу, что сильно, но, по-моему, Ярошенко Вадим не контролировал этот удар, и можно было попробовать чуть точнее. Думаю, был бы гол. Но так как это время и момент уже утерян, а время прошло, поэтому ЕСК уже с мячом и так длительно перепасовывалось. Пока что пробовали, что-то свое. И получилось. Ну да, ну чем, кусовой дали. Мешки, какие сумбурные, иначе. Еременко Алексей разорачивается, отдает линейную передачу. Заманил немножко эту передачу и Фанова, как я понимаю, хотел он рывок сделать. А вот, и забрал, и забрал на Искру, а там же ее не встречают в ЭГРМ-ТИМ ЕСКО. А вот, и забрал ИСКО. А вот. Возьграв и аут. Здесь короткая дистанция, и я сразу протолкнула и интерфью. А где? Удар не без проблем. Ничего, один лун. Проблемный был первый удар, когда Ярсен тонует, уже с корыстанцев и на добывании, заграв Саржинский. Перед собой нельзя отбивать голки первого. Вот показатель того, что нельзя отбивать перед собой. Потому что сформировал, можно сказать, момент для Саржинского Вадима. А он воспользовался. Надо, особенно. Почему-то не переводил. Здесь Вадим куда-то в сторону. Видимо, проблемы были с видимостью, когда носили удар. Возможно. Возможно, просто решил, что так будет правильнее. Не знаю. Уже догадки. Но, таким образом, счет уже более положительный для Old Friends. А вот как раз они уже очень сильно тактически стараются играть. Прибавили в этом аспекте явно за эти 6-7 туров. Мне кажется, второй круг будет очень интересный. Именно те противостояния, которые они на тоненьком, можно сказать, проиграли. А такие были матчи. Их где-то два. Как я припоминаю. Ну, были матчи, где они на тоненьком выиграли. А это точно. Искра. Ну, это передача движена. Сторжинский выбирает. И вот заведованный привозит себе сейчас еще один мяч в ЕСКА. Промахнулся Сторжинский, еще и умудрился попасть по игроку ЕСКА. Ну, мне кажется, что это не в мысли. Конечно, конечно. Это было бы гениально, мне кажется, если бы это было специально. Маслов отыграл левее. Закалюжный и точно. Сторжинский. Ну, да. Забирает. Китайный. Роменко. Закалюжный и точно. Закалюжный и точно. Ну, это будет что-то. Искра. Искра. В этом году. Искра. 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 Я не буду это случай. У меня то блистка. Но надо будет свой учащий по гугу из атакы. Ударается, что это в принципе. Искра. Маслов внутрь. Загнать эту атаку. Боротьбой с сеткой. Я сам Никифоров не задоволен. А дело в том, что там два шари, и когда между разными шарами сетки попадает мяч, то так вот это тяжело достать без великого опыта. Да, правда, где-то там попадает, значит, там дырка есть между сетками. В чем дело? Дальнюю передачу, и она проходит на диво. Вадиматенко зачипывается за мяч, а Ярошенко делает сейф. Вот сейф от Вадима. Давай вперед. Продолжает разыгрывать. Миссюра. Такой румянца Василий. На самом деле очень похуже по комплекции. Маслов, Миссюра. И румянца? Да. Вот румянца, собственно. Хороший рывок. Миссюра. Что ждали? Разрешается заиска. Миссюра. Вот румянца. Миссюра. Патрулилить местный раз. В тюрьму они, внутри поля пока что. Шильно заканчивается «Отфрендс». Снова ромянца. Месюра. Не точная передача, однозначно. И круглый переходит до «Отфрендс». Кифаров. Мы продолжаем иммунитет. Легко. Да. За искру. Ты повертаешь. И еще. Еще. Мамуль. Доволен передачей. Подсказал партнерам спасибо. И отлобил. На седьмой минуте. Удается это сделать команде «Отфрендс». Такой праздничный. Почему? Потому что так рады были. Все-таки два теперь. И это уже лучше. Да. Ты что, Артур? Ты думаешь, это заявка на то, что под диктовку… А вот «Отфрендс» посадима сценарий нашего первого. И что наименше таймер. Ну, Костя, я тебе скажу, что под диктовку или нет, но уверенные два мяча забили и не давали зону для того, чтобы атаковали СК. И вот и какая хорошая атака. Анна не замыкает обеяки в чумах. Как так? Сам тоже не может поверить. Удается от защиты строить игру. Вот что важно. Далековато для удара. Но Витлинка Алексей решается пробить прямо из центра поля. Едва ли не со своей половины. А может, даже со своей. Но это уже надо быть слишком точным и внимательным. Румянцев. Дальний наброс на миссюру. Посопротивлялись на бровке. Там плотно рядом стоял и закалюжный. Уже миссюра приближался. Если бы не дать пройти. Маслов ошибается. Искра. Мадаре отдали этот контроль. Грубо говоря, играет сейчас вторым номером. И взрывается в эти атаки. Олд Фрэнс. Вон такой хороший рывок. Вовремя, вовремя. И даже Виталий Лебекис делает. Хорошие спринты. Такое впечатление, что да. Залог первый, прежде всего, физическая подготовка. А потом и так. Ну а поможневая, он заранее встречается от своих партерей по команде. Да. Посмотришь на него, что он рывков делает. И хочется бежать, да? Да. Ну, осенний турнир заканчивали на спорик тоже быстрее. Павленко, Ведмеденко или Искра. Ведмеденко пьет. Защитим его. Снимаем его. Еще один мяч от Алексея. Виталий Маут Бороди, ИСКА. Так что я понимаю, что это может стать начальником конца. Надо подумать. Все свои выборы, которые были сделаны перед началом этой игры, переоценить. И, возможно, внести какие-то поправки. Я хочу сказать, что, конечно, с такой игрой, Олд Фрэнс, как-то сложно, я бы сказал, расшатать и заставить играть в сумбурный футбол. А вот ИСКА сейчас будет некомфортно. Да, первым номером играть можно. Можно контролировать мяч. Но путь, наверное, что-то из этого выжить. Найти свободные зоны, простреливать на дальнюю. Это им все-таки не игра. Команды в красных манишках. И им, наверное, будет сложно построиться. Но прежде всего, такие команды, они заставляют научиться делать шаг вперед, именно когда играет такой футбол. Думаю, что это будет определенный опыт для ИСКА, как играть, как играть. Ну и Олд Фрэнс насправку. Такое впечатление тоже используется всеми нагодами, чтобы улучшить свой опыт, свою сыгранность. ИСКА для них гораздо удобнее. ИСКА. 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 До Румянцева. Немножко растерял он кондицию. За один всего лишь тур, который пропустил. Не так хорош физически сейчас почему-то. Ну, возможно, праздники, возможно, работа. ИСКА. 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 Он вбрасывает. Неплохий вброс. Но обработка не очень. Павленко получать. Не сказал бы, что там ведутые подталкивал. Просто не получается принять мяч в результат. Уже контролирует ЕСКА. Снова Румянцева. В роли разгоняющего в задней линии располагается. Румянцева. Избивайте его. Штрафный. Для ЕСКА. Скорб. Да. Да. Я сказал, что по свистку, а Мико Алексей пробил не по свистку. Ну и так. Ну и хотя жёлтая карточка видимо будет. Да. И жёлтая карточка. Готуется отсюда, да? Да. И скидание. Ну, обманный маневр чудовый. Отначе, пас не такой добрый выявился. И, как ты сказал, Костя подаёт. Ерёменко. Прямо в руки, Никитарова. И снова в рот. Пытается расшатать эту стабильность. ЕСКА. Ну что, потихоньку. В какой-то смысле, более жесткий, более футбатый. Если так можно выявить. Да. Клыки-то подрастают. Встают атаки ЕСКА. Видим, что, в этом тайме важливый хак. И. Проскочил Павленко из зоны паса. Да и пошёл в спину уже после этого. В общем, не поняли друг друга. Субтитры. Ну, сгезитная. Не смотря, что звучит свисток. У тебя три поля, живёте. ЕСКА вырешил обыскать, который бы ты идут. Ищите центральную тоновую пасовую. Ерёменко сыграл на Румянцева. Прям в пятую точку. Неприятно. Но что же делать? Это футбол. Как на Павленко, какая скорость. Он говорит, что вчера в яму попал. Снежную яму. Игландии травмировался. Передача еще далее. Не клеится. Трошки попереду гра в ЕСК. Наверное не знаю, с чем все это связано. Тоже не достичь. Удачи. Чинный очекованный линик. Возможно не стандартный. Да и запланирование особо надежно все-таки. Тоже это залог все-таки. Масло. Нам нравится просто щититься. Легко перекопнуть на место в Жимске. И сразу распределяем его на Болг Фрэнс. И фанат мячится. Это старый путь. Чтобы пробовать досталку. Но... Атакует в отборе. Масло. Хороший прострел на дальнее был. Медюта замыкал, я думаю. Ничем, Никифоров. Брасывает на Саржинского. Он уже забил один. Могли вымящим. Умня, сменим. И мясо, дима. О но и ц... А вот для... Сыни! Есть! Здорово! Отвыщи! Сами в жизни! Павленко в этой ситуации оказался непробиваемым. Нет, это пробиваемый. Больно, конечно. А я хочу выдать такие удары. Просто трата мяча. Я не знаю, 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 я не знаю. Такая комбинация от команды «Олд Фрэндс», которую замыкает «Искра» Дмитрия. Отдавал эту передачу, хорошую передачу. Ведмеденко Алексей, который уже забил пару мячей. Решил дать партнёрам. 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 Больше, чем серьезная заявка на победу. Знаем, из статистики, что четыре мяча на прочую двору. Но это возможно. Искра одна из этих команд, которая когда-то на наших очах это делала. Да. Послушает нас Михаил и подумает, что ж не так. И тут истинные входы. Нам побачили. Ё-е-е-е-е. Готовы и… Готовы. 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 потом классно распасовываются, шире становятся, атакуют, снова вместе обороняются. Очень надёжно смотрится игра «Улк Фрэнс». Ну и больше, может быть, тактично начали играть, они все-таки. Вот, когда они находят минимально на горе, как ты думаешь? Ну, это я говорил, да, почти где-то вот после той игры, которую в прошлом они выдали в шестом туре, и я сразу сказал, что всё, как будто нашли себя. И вот здесь, я вижу, лишь только прибавляют. Я думал, возможно, они-то на том же уровне, а, собственно, нет. Всё пошло, начали более спокойнее относиться к моментам. А помните, какое количество они забивали, они всё-таки от матча к матчу? С реализацией были проблемы. И вот сейчас не скажу, что есть у нас, потому что как-то прямо выстрелили сразу, удаётся играть. Да, возможно, это темп по силу им, а, возможно, более сильный соперник стола как-то подкосил бы. Но зачем, зачем? Вот сейчас есть возможность, почему бы не играть и не показывать такой футбол? Они это и делают. Остаётся до свистка, я думаю, в меньше минут в первом тайме. И хорошая погода для ИСКА. И не полностью не используется ней. И что? Остання, мабуть, атака в этом этапе, удары. Тут, конечно, готовы и ей. Благодаря правильному блокированию удара до никаких опасностей в таких моментах не долетел. Хотя, возможно, выше шёл этот мяч, но не знаю. И очень свисток. Три ног у нас. 4-0 на користь от Френса результатами первого тайма.